Мои читатели, сегодня у нас в гостях группа паранормальных Артём Анна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вы у нас впервые весной, это красивый сезон, мы очень рады вас видеть сначала, надеемся, что к нам будет еще приходить не один раз, не первый раз. Вопросов много, ребята, поэтому будем по очереди, постараемся ответить на все. С удовольствием. Так, вопрос первый задал Геннадий. Здравствуйте, ребята, люблю на вас смотреть вживую, вы очень интересные, и фото, видео гениальные, очень люблю ваше творчество, молодцы. А вот теперь вопрос, кто в вашей группе гей? Айни, не предлагайте. Кстати, где-то уже этот вопрос звучал, по-моему. Постоянно звучит. Да, постоянно звучит. Один и тот же Геннадий задает этот вопрос. Ответьте Геннадию, чтобы он больше не мучился этим вопросом. Но поскольку мне нельзя отвечать, а я в этой группе отвечаю всегда правду, то поэтому послушаем, что нам наврет Артём Мех. Я врать не буду, признаюсь честно, в нашей группе геев нет. Все. Вот, да. Геннадий, прости. Геннадий, извините, конечно, но уже... Разочарована, может быть, вас... Эра геев в группе прошла. Понятно, хорошо, спасибо за ответ. Следующий вопрос от нашей читательницы. У вас такой классный свадебный наряд в клипе. А какой бы вы выбрали себе на свадьбу? Наверное, Канечке понравилось? Ну, мне понравилось очень... Даже, наверное, не клиповое платье, а платье нашей фотосессии, которая после клипа была. Там я мерила очень много разных фасонов. Выбрали мы три для съемки, но мне безумно понравилось короткое платье. Оно как раз дает такое ощущение свободы, то есть такое более экстремальное. В нем можно бегать между гостями, хороводы водить, бросаться карамаем. Да, для меня это как раз самый такой идеальный. А вы предпочитаете шляпку, диадему, фату или батареал? Я вообще не предпочитаю никаких воров. Кстати, вопросы свадьбы, вопросы каких-то модных образов, трендов. Это все для меня самое страшное вопрос. Это каторка, да. Ага, ну все, будем знать. Не будем вас мучить, хорошо. Так, вопрос от Мани. А я Артем. А вы знаете, что значит ваши имена? Почему вас назвали именно так? Вам нравится ваши имена? Меня изначально хотели вообще назвать Илюши. Серьезно? Класс. Но потом, так как мама где-то вычитала, что и был какой-то праздник в то время, в тот период, когда хотели меня назвать, там Илюша писающий мальчик. И потом как-то маме там наколдовали ворожки, что буду рассотрудничать с продюсером Ильей Семеновичем. И меня назвали Артемом, чтобы не было вот этого столкновения, типа кто лучше Илья в коллективе. Ну типа Артем как бы более такое сильное имя, как вот показалось родителям. А вообще как бы назвали, так бы был. Если бы назвали там Олегом, был бы Олегом Мехом. Ну в принципе да, тут уже как бы получилось. А у нас Анечка? Такая случайность интересная. Я родилась 23 декабря, меня назвали Аня. Но при этом 22 декабря это день Святой Анны. Мы родители об этом ничего не знали. И ну как-то так, совершенно другие имена мне подыскивали постоянно. Ну вот назвали Анной, там через какое-то время узнали, что это все неспроста. И я очень благодарна, мне нравится. Раньше не нравилось, сейчас уже нравится Анна. Так, хорошо. Анна, красивое имя такое. Так, ваша фанатка обращается к вам с вкусным вопросом. Любите ли вы мороженое? Если да, то какое? Ой, мороженое вообще. Больше, чем Артем. Это 100%. Мы даже вот к вам ехали, и Аня вот вспоминала о мороженом, что вот хочет мороженое с орехами, со сливками. Да, с шоколадом сверху. То есть, когда мороженое заливаешь горячим шоколадом, он застывает. Ой, это такой кайф вообще, я так люблю мороженое. Я готова даже, ну вот, полкило, знаете, продается полкилограмовое? То есть, я реально могу это сделать. Вот просто могу, полив сгущенкой и шоколадом, я могу это сделать, да. Классное мороженое вот есть, а я не помню, как Анатолия... Три медведя. Не, не три, ну три медведя, да? Нет, буржуй. Вот его чуть-чуть подкопить, переворачиваешь в тарелку, садишься вот напротив телевизора, ешь и вспоминаешь самые хорошие светлые моменты из жизни. Ребята, вы в число в каешке? Очень, я очень. И все-таки там отбивная, сетчика. Ну, конечно, отбивная, сетчика. Мы все ярны, сетчика. Мы все ярны, сетчика. Мы все ярны, сетчика. Но сейчас, вот, несколько дней, надо как-то пост, я себя взяла в руки и пощусь. Серьезно? Да, несколько дней решила. Сложно сдерживаться? Ну, вообще, мне несложно сдерживаться. Вообще, в принципе, несложно сдерживаться. Но, как раз, такие самые компрометирующие моменты. Все предлагают, вдруг резко, какие-то мероприятия, что-то вкусненькое. Резко хочется шоколада, молочного. Я тоже сегодня Аня встречала, говорю, ну, Ант, я тяжело сдерживаться. А она реально от крема, Анка. Ну, нет. Честно признаюсь, нет. Ясно. Спасибо за ответственность. Вопрос от Еленки. А смогли бы вы вместе быть, как настоящая пара? Какие качества друг в друге вы не переносите? Конечно, все может быть. Говорить, что нет, такого не может произойти. Я думаю, если бы нас куда-нибудь выкинули на необитаемый остров, там года на полтора, то, думаю, мы бы вернулись хорошими, красивыми, Аня с животом. Ну, потому что кокосы она любит есть, не потому что я там постарался. Я вообще не вижу логика. Какая она? Рыба, да? Рыба, крабы. Я бы еще посмотрела, если бы ты мне, например, добывал пищу, то только так, да. Ага, то есть построил шалаш. Шалаш, конечно. Не, из меня шалаш, тебя раю шалаш. А какие качества, ну... Которые не нравятся, Артем. Вот на это я уже не раз говорила. Мне не нравится то, что они опаздывают систематически. Ну, конечно, бывает. Часы идут неправильно. Вовремя, но и нужно... Мы даже вот с Катей, с нашим директором, когда какие-то графики составляем, то говорим, что вот иногда, Аня даже не знает, что нужно на час раньше приехать. Все, я теперь буду точно опаздывать на час. Спасибо, Артем. Да, она приезжает тогда вовремя. А так это полчаса, час. Постоянно забывает двери закрывать. Я уже тоже говорила это. Я говорила уже об этом. У меня такая своя теория, что мой личный часовой механизм, с которым я родилась, он отстает от времени на планете Земля на там 30-50 минут, вот так вот. Ну, ты чисто же не скажешь, там, вот опаздывать. Это надо принимать. Тут ничего не страшно. Согласна абсолютно, Артем. Аня, теперь в вашу очередь. Что не нравится? А, ну, давай, давай. Мороженое, хочешь потом посылать. Может, если вы знали, что сейчас Артем сделала по столу. Я даже не знаю, что сказать. С орехами, мороженые. Мороженое. Мороженое. Ой, класс. Да, в принципе, все нравится. О, видите. Мы очень понравились в сегодняшний вопрос. Переходить ко всем вопросу, да? Так, следующий вопрос очень интересный от Киры. Привет, Анютка и Тема. Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваше празднование пятилетия группы. Правда, что она будет проходить в Москве и можно еще какие-то эксклюзивные подробности? Это будет проходить в Москве на одной из центральных площадей. И будет организован большой флешмоб. Да, в МВЦ. МВЦ, это же не площадь. А, да? В МВЦ будет происходить. Вот. Подтвердилось только, что буквально информация. Да, Артем, спасибо. Написка улица Москвы, это очень огромное количество людей. Несколько тысяч они будут делать флешмоб. Мы еще не знаем, что за движение они подготовили, но как будет все. Очень нам тоже приятно, просто дико. Ну, а то более-таки народные празднования. Это уже на квартире. Это уже на квартире. Вы не скажете народу, сколько придет в вашу квартиру. Не, ну мы посмотрим. Мы еще... Мы тоже не знаем, просто где она находится. Мы еще планируем. Это все в планах, и как бы празднование будет происходить. И как это будет происходить конкретно, мы пока сам еще не понимаем. Но вот старт празднования, это будет Москва, флешмоб. Все, хорошо, спасибо, ребята. Вопрос следующий от читателя нашего. Карапуз очень переживает и говорит, что во многих интервью вы отрицаете, что у вас между вами отношения. Так ли? Да, мы не переживаем. Карапуз, ну... Мы не отрицаем. Присутствуют ли хотя бы дружеские? А дружеские, конечно, это вообще невозможно. Как можно в коллективе работать с человеком видеться 20 часов в сутки, и при этом не дружить, не знать подробностей жизни друг друга, все такое. То есть это нормально. Спасибо за ответ. Вопрос от Тормена. Читаете ли вы газеты или журналы? Или предпочитаете интернет? Да, да. Читаем журналы. Буквально только что мы с ним. Перечитали журналы. Перечитали. И у Инсуэта наступили на тот же айсберг, друзья. Советуем прочесть. Но на самом деле интернет, вот лично я читаю, я люблю читать разные новости, какую-то информацию там питать. Читаю журналы, смотрю телевизор. То есть все смотрим как... Мне больше нравятся мужские журналы. Как-то с позиции мужчины, когда все это звучит. Она как-то пожестче. Вот. И откровенные фотосессии тоже люблю смотреть. Но признаюсь, мне это нравится. Мужские? Так, ну разное. Вообще, это себя эстет. Мне нравится когда... Аня, выписывать журнал, фрезеровщики, сепаратор. Мне уже что нравится. Эстетик тела, обнаженного. Вообще, я в этом вижу красоту большую. И что еще? Ну, телевизор, если честно, не особо. Никогда времени. Не особо. Ну, у меня был вообще такой пост телевизионный, 6 лет он длился. Я вообще не смотрела телевизор. Вообще, там все новости, либо там просто в устной форме, либо в интернете, еще что-то. Ну, то есть, информация, которая важна, она всегда меня находила. Вот. Либо, если мне что-то надо буквально пару секунд, и я как бы... Все-таки нельзя больше, да? Да, больше. Просто на телевизор тоже очень много времени уходит. И куча разной информации не нужна, от которой ты уже на подсознательном уровне как-то так поступают. Поэтому... Да, спасибо за ответ. Следующий у нас вопрос от Валентина. Анечка к вам обращается. Вы привыкли ли вы к Артему? И не скучаете ли вы за Ваней, Дорно? Общаетесь ли вы с ними? Я очень привыкла к Артему. Так. И все мое время посвящено только этому брюнету. Ух ты, как так? Да. Вы сменили блондина на брюнету, я так понимаю, как перчатки. Ну, а с Ваней вообще поддерживать отношения сейчас? Мы очень редко видимся. У нас даже не пересекаются наши графики ни выступлений, ни каких-то мероприятий. То есть, ну, если где-то видимся, естественно, там, привет, как дела, там, все такое. Ну, то есть, в хороших отношениях, вот, и я тоже... Нету какой-то вражды, там, за спиной куклы Будды. Я не делаю, признаюсь, честно, я не делаю куклы Будды. Это хорошо с послом. Но на самом деле, вот, у меня тоже никакой вот вражды к Ване нет. Мы, когда видимся, мы вполне хорошо общаемся, то есть, рассказываем о своих каких-то планах, о своих делах, то есть, делимся впечатлениями и, ну, как бы, только рады успехам друг друга. Я думаю, что это вообще последнее дело, ссориться. Ну, говорить какие-то гадости, то есть, это... Да, какие-то гадости. Конечно, это вызывает такой ажиотаж у поклонников, или, наоборот, у тех людей, которые не одобряют перемены, и все такое. Ну, зачем? Мы за нормальные человеческие отношения. Лучше не общаться вообще, чем общаться плохо. Спасибо большое. А вызывать ажиотаж? Музыка и дизайнеры. Да, нет. Так, спасибо, ребята, за ответ. Так, вопрос следующий от Валентина. Когда снова к нам в Черкассу приедете? О, очень хотим приехать в Черкассу. Как только, так и сразу. Да, ребят, а вообще, вот где можно посмотреть, а у нас ваши концерты? На нашем официальном сайте, да. Нормал.нет, там есть все. Хорошо, спасибо за ответ. Еще вопрос от нашей читательницы. Артем, какая должна быть девушка, чтобы тебе понравилось? Внешность, интересно. Внешность, рассказывай. У меня нет какого-то определенного идеала женщины, девушки, что вот она у нее, там должна быть такая фигура, гитарка, брюнетка, блондинка, должна плясать, стихи рассказывать. То есть, я не знаю, меня каждый раз что-то новое цепляется для себя, открываю. Что, то есть, как-то вот в этой девушке меня это зацепило, в следующей девушке, если так рассказываю. То есть, в следующей, то есть, как бы у каждого есть какая-то изюминка, какая-то своя загадка, которую хочется разгадать. Вот, и нужно быть просто самой собой, но если так получилось, что вот не понравилось, девушек, там уже как не бей, то не понравится. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Я точно знаю, что мне нравится миниатюрные такие брюнетки в кофточках, в цветочек прозрачных и в черных жилетках. А, тогда продолжим уже интервью. Да, продолжим. Так, следующий вопрос от Розы, чисто женский вопрос. Что способно вызвать у вас острый приступ зависти? Ого. Ну, мы обычно скрываем свою зависть, особенно острые приступы. Ну, когда мне первому там гонорар выплачивают, они сразу острые, острые. Сразу острые, острые. По каким-то качествам перепрыгивают. И наоборот, мне кажется, это должен быть стимул. Каждый человек развивается, и это определенная планка, на которую можно подняться. То есть, глупо завидовать или наоборот палки в колеса ставить. Зависть, она чернит вообще душу и сознание человека. Лучше как бы идти по понятиям здоровой конкуренции. И тогда будет все хорошо. Если у кого-то что-то намного лучше, это так и есть, нужно посмотреть, что он для этого сделал, почему так. Да, просто как книгу. Обменяемся опытом. Ну, то есть, ну, я считаю, что завидовать там и сидеть там, злиться. А, блин, что ж у него вообще так получается? Мне кажется, это такое более подростковое чувство зависти. Когда ты еще такой, да, нестабильный, и у тебя все вызывает не восторг, если у кого-то что-то получилось, а наоборот. Вот, а, вот у меня не получилось. Зависть – это неуверенность в себе. Да, а если, ну, уже как-то, чем дальше, тем, наверное, это все больше и больше уходит, и больше чувствуешь силы в себе. И чем успешнее, наверное, чем умеешься. Ну, наверное, да. Потому что чувствую. Спасибо за ответ. Спасибо. Вопрос от Зои. Привет, ребята, спасибо вам за ответ. А скажите, как часто вы видитесь с родными и близкими или друзьями? Как вы общаетесь? Можно ли вас назвать хорошими или лучшими друзьями? Или вы довольны? Или вы в деловых отношениях? А, в смысле, мы друг с другом, мы дружим, естественно. Так. Вот. С друзьями, с семьей, да? Да, вот как вы общаетесь с родными, с близкими и с друзьями? Отлично общаемся. Тут успевайте? Созваниваемся каждый день. Я вот с мамой, с папой созваниваюсь. У меня тоже каждый день созван. Перед каждой, даже вот, вот, кстати, вот сейчас говорю и забыл маме позвонить. Анну трубку не взяла, я ей звонила, чтобы я посмотрела сейчас вот конференцию. Каждый раз созваниваюсь, что вот, советуемся, ездим домой. Конечно, не так часто, как хотелось бы, но на какие-то такие большие праздники обязательно ездим домой. Ко мне мама тоже часто приезжает. Ну, то есть я так, как в телефонном режиме постоянно, в скайпе тоже, надо же посмотреть, что там, как происходит. Вот, брат недавно ко мне твой родной приезжал. Ну, то есть так, по мере времени... По мере времени, конечно. А с друзьями? С друзьями тоже, если есть время. Даже если, даже если времени особо нету, день заканчивается, начинается ночь, и можно, в принципе, выкроить несколько часов. Ночи я вот люблю, я так совею, совею постоянно, и мне дается ночью, ночью, ночью гулять люблю. Серьезно? То есть вас можно где-то по Киеву увидеть, когда еще ночью? Можно. Ростислава прощается к вам, как часто вас узнают на улице, берут автограф и просят сфотографироваться. Дарят подарки. Расскажите какой-нибудь забавный случай, связанный с поклонниками. Какой подарок от фаната вам запомнился больше всего? Ну, очень часто узнают, вот просят, даже вот сегодня вот мы пришли к вам, нас встретила девушка такая вот говорит, давайте сфоткасаем. А у меня раз был случай вот касаемо вот узнаваемости. Был в сфер-маркете, покупал, ну, я… Оливье. Оливье. Да, ну, я просто как бы хотел, ну, я люблю готовить, но когда у меня настроение, я иду просто в магазин, покупаю какую-то еду там или в какую-то кафешку и кушаю. Пооправдываться как хозяин. Вот. Хозяин. Хозяин. Вот. И говорю, дайте мне, пожалуйста, полкилова от Оливье. Вот так захотелось Оливье. Она раз такая насыпает, такая в кокошнике, такая тетка. Такая раз. А це не ти? Оце шо? Ну, я цитирую. Шо це оце стой? Оце спива? Оце щас вместо того, да? Я говорю, ну, да, я вот пою. Не-не-не, ты мне оце точно скажи. Я вот в это время накладываю от Оливье. Це не ти? Говорю, ну, дай. А, це точно ты. И такая раз, уже дает мне это Оливье, потом в это же время забирает обратно. Такая ляп. Вин вчорашний. Воно вчорашний. Успех, видите? То есть, а так бы съел бы и не знал бы, от чего я взлетаю в космос. То есть, вот так вот и бывает. Ну, да. Мои поклонники знают непреодолимое желание, которое вообще никогда в жизни не изменится, любовь к тяжелой музыке. И поэтому, когда в Киев приезжают какие-то группы интересные, которые мне нравятся, мне дарят билеты. За что огромное спасибо. Вот так. Вот. Это всегда очень приятно. То есть, это даже намного приятнее, чем там какие-то цветы, камни. Причем они их просто перепродают, и все. У входа стоит, кому вот билеты. А сама идет карабельца на стадионы. Либо когда люди делают своими руками подарки. Мы как-то приехали, по-моему, я не помню, что это был за город. Подарили, знаю, моя любовь к ракушкам, ко всяким улиточкам. Подарили ракушки с дельфинами, виних, еще там. Ну, в общем, такая интересная подделка. Ну, в общем, класс. Раз вот хомяка мне подарили на день рождения два года назад. Знаю мы любовь к хомякам и муравьедам. Подарили хомяка и кошкам британским. Еще дарили торт. Помнишь, как-то торт? Ой, да. Алисанин тоже на день рождения, по-моему. Подарили здоровезный торт, который мы очень быстро съели. Да, который рояль, рояль, вообще, просто огонь. А вы скажите о судьбе хомячка, мне интересно. Хомячок живой, живет. У него есть вот такой вот аквариум. Ну, он как бы... Кстати, кусается очень сильно. Кусается очень сильно. Что вы хотите? С кем? С кошками живет, я так понимаю, живет, да? Нет, с рыбками. С рыбками? Ну, только там воды нет. У рыбок нет воды? Я считаю, он просто живет в аквариуме из-под рыбок. Я рыбок слил, поселил хомяка. У него есть там беговая дорожка, то есть тренажерчик такой маленький. Ну, тучись у хомяка, Артем! Тырса, там все насыпано, ему еды, яблоки, секидают. Он даже у меня есть колбасу с салом, шоколад, вот хомяк, казалось бы, да? Пьет кока-колу, пьет воду, пиво и живой живет, бегает. Но единственное, что я его разозлил, он грызется. А так вообще... Единственное, что не курит еще такой. А мне кажется, вот Greenpeace уже под дверью стоит, поджидает. Но у меня был очень продвижительный хомяк, он на меня телевизор смотрит, да, вот. Комментирует? Комментирует такой. Он начинает, когда его что-то раздражает, он очень быстро в этом колесике начинает бежать. И тем самым я понимаю, что нужно переключить. Раз, подключаете его к электричеству или сверху? Он такой прикольный, я вот никогда не знал, что такое нахомячить, да, вот что ты там хомячишься, засидишь. И вот у меня хомяк живет, вот реально, вот им семечек набросал, вот напихает полный рот семечек, вот так вот торчат, вот, ну, через щеки, и вот так вот. Я хочу ему открыть рот, но я не полчаса, потому что полный рот семечек, и не дает такой, сидит в сотку. А в семке реально щеки рвут. Ну, в общем... Ну, видите, я хозяйственникам. Да. Какая передача в нережу? Это у меня уливка? Уливка? Да. Африканская охотина, но она еще пока маленькая, она врастет, вот примерно такая, будет у меня раковина, она у меня раковина тигровая, она сама альбинос, ну, вообще, я считаю ее очень такой экзотичной и красивой. В раковине живет просто. Чем вы кормите это? Она тоже всеярная абсолютно, вот все, что не содержит соль, вот ей можно. Всякие овощи, фрукты, крупы, там, все что угодно. Причем она такая неприхотливая, если я куда-то уезжаю, она просто залазит себе в скорлуху, у меня есть такой период анабиоза, и там тусить. Идеально просто не успеваю. Идеально абсолютно для меня. Как как-то сейчас в растение? Да, она просто не успевает. Да, улитка живет, что-то нормально. Она не спит, просто динаешься, я вдохон сказать, Аня, ты пока шла, восемь часов тебя потусила, она такая... И тут ее вот только догоняется. А, неделя, она уже приползла тебе на встречу. Понятно. Так, хорошо, спасибо за ответ. Так, Артем спрашивает, Аленка, а мог бы ты ради любимой девушки бросить сцену? Какой сложный вопрос. Я думаю, что... Любимые люди ультиматумов, наверное, не ставят. Да, любимые люди... Вот Аня меня спасла, ультиматумы не ставят. Я думаю, что то, чем я занимаюсь, это является основным моим, вообще, так сказать, призванием. Призванием. Ну, реально, молодец. Вообще, спасать. То есть это как часть моей жизни. Вот если человек этого не примет и не поймет, значит, это просто не тот человек, который нужен мне, и это не тот человек, который должен находиться со мной рядом. Вот и все. То есть, как бы, ну, вот так вот. Вот так вот. Молодец. Обосновали. Танюша, о чем вы мечтаете, ребята? Ой, мы так, на самом деле, любим мечтать. Я вот даже вообще... Включить музыку и улететь куда-то. Включить музыку, выйти на балкон, закрываешь глаза. Я люблю выходить так в труселях, выходишь с наушниками, и там такие мечты мечтаешь. Просто вообще улетаешь в космос. Я хочу очень много путешествовать, очень много путешествовать. Мне так это нравится. А есть у вас любимая страна? Или где бы вы хотели побывать? Ну, сейчас пока у меня в топ-10, это Шри-Ланка. В Шри-Ланке все-таки? Да, да, да. Мне стоило там побывать, я сразу поняла, что это вообще другой мир, другие люди, улыбки бесконечные. То есть они буддисты такие интересные, все добрые, там просто расслабляешься. И приезжаешь сюда, хочется ходить босиком, и есть фрукты с деревьев. Ну, то есть такое... Что и происходило в течение недели, поскольку они приехали зимой. То есть они говорят, где деревья босиком. А я бы хотел, не знаю, куда, не в Египет, я хотел бы вот в Трансильванию. Что, не в Египет, а в Трансильванию? Да, не в Египет, а в Трансильванию. Вот именно там граф Дракула жил, хотя вот Цепех третий, по-моему, хотя на самом деле он там не жил, он там просто останавливался, вот этот граф, который там в 15 веке жил. И это все как бы такая теория по поводу того, что он там вампир, просто он был садокол, нереальный тиран, и уже из этого всего там сделали такие нереальные легенды. Ну, а второе, куда бы я хотел, это Луганская область. Так, не Египет, это Луганская область, я так понимаю. Хорошо. Так, вопрос от Жени. Что вы цените в дружбе? Что для вас самое главное в дружбе? Каким должен быть человек, чтобы вы сказали вот это? Правду говорить. Ну, то есть... Искренность, конечно. Да, искренность, ни в коем случае... Даже если полная, вообще так сказать... Ну, то есть критика от друзей, ну, от друзей, это первые люди, которые вот реально... Я вот от друзей адекватно воспринимаю критику, и я всегда прошу, говорите мне правду, если что-то не так, если где-то там, пожалуйста, потому что другие люди иногда, когда критикуют, ну, ты не знаешь вообще, чем он живет, чем он дышит, может быть, это просто его какое-то личное, очень субъективное мнение, которое, ну, совершенно тебе не поможет ни в чем. А вот друзья, это люди, которые знают... Друзья родные, да. Да, друзья родные, поэтому вот только правду говорю. Шоу, только правда. Шоу, только правда. И да, вот, кстати, по поводу правды, вот это самое классное качество, которое должно быть у всех. То есть всегда говорить правду и только правду, потому что, ну, и... Ну, вот так вот, в общем, я хотел там много чего рассказать. Ну, собственно говоря, человек должен не бояться сказать в улице то, что он думал. Да, но не при этом там, ты им казал, им там же что-то, оно как-то обоснованное. Ну, какая-то преданность, можно, ну, хотя бы чуть-чуть. То есть не так, что у тебя там, когда у тебя там, когда у тебя все хорошо, к тебе так раз все пришли, когда у тебя там плохо все, да, происходит, все раз отвернулись и сказали, ну, блин, чувак, досвидос. Которые действительно я проверила своих друзей, таких не очень хороших, и те именно, которые остались, которые меня поддерживали, вот это я считаю круто. Причем эта дружба уже там лет 7, у меня даже 8. Уже бородок все обрасли. Это проверенное временем. Это очень круто. Причем там я не могу сказать, что мы увидимся очень часто, но все равно это те люди, за которых я готова на очень многое. Спасибо за ответ. Вопрос из Питера вам пишут, ребята. Здравствуйте, ребята. Очень уважаю вас за ваш труд, моральные ценности. Очень нравится ваша простота. Оставайтесь такими же искренними, добрыми и самими собой. Ну, и, собственно, мои вопросы. Первый. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас моменты, когда кардинально менялись взгляды на жизнь? Переломные моменты в жизни были у каждого? Ну, спасибо за вопросы. Переломные моменты в Питера, город Майюльский. Были не раз? Кардинально сейчас и подумаем. То есть, просто какие-то... Когда я приехала в Киев, вот у меня был такой тоже момент. Переломные моменты именно уже в жизни или задумывался об этом? Ну, вот что-то произошло, и у вас поменяли взгляды, значит, что-то изменилось. Ну, конечно. У меня такое было. То есть, да, когда ты живешь в родном городе, вокруг тебя, за тебя все решили, тебе есть где жить, тебе там, ну, то есть, в принципе, ну, как, ты стараешься, что-то делаешь, ты понимаешь, что от тебя много зависит, но при этом как-то более расслабленное состояние. Я приехала в Киев абсолютно одна. Вот. У меня была очень прямо скромная материальная поддержка, но я из-за такой простой семьи. Вот. И в этот же момент, когда я пришла, сошла с поезда на перрон, я сразу поняла, вот, все, это другая жизнь. И у меня просто совершенно все поменялось. Прям энергетика вокруг меня, люди, все, я стала намного взрослее, намного увереннее в себе и как-то так. Ну, опять же, да, вот переложный момент, когда я тоже в 14 лет, вот там, 7 лет назад приехал в Киев, тоже такой пацан в общагу, Глиера, не знал вообще, что столица, жил там в районном центре себя, что и как все происходит потом. То есть, ну, какие-то этапы жизненные, я еще уверен, что у каждого из нас еще будет не один этап переломных в жизни. И это как бы нормально, и к этому люди идут, то есть, на одном месте нельзя стоять, и, как говорится, только дураки не меняются. Да, надо менять свою точку зрения. Ну, надо прислушиваться к этому, прислушиваться к себе, и потом где-то что-то тоже нормально развиваться. Спасибо за ответ. И вот следующие вопросы с Питером. Как вы планируете развиваться дальше? Сразу в тем. Дальше вот... А, у нас будет... Новая песня. Новая летняя песня. А может быть, и летом выпустим и осеннюю песню. Да. Ну, будем смотреться. Саботаем, да. Очень много материалов. Очень интересно. Да, и еще походу тоже куча всего разного, но... Развитие что? Снимать классное, качественное видео, недешевое, вот, мы к этому стремимся, чтобы все было на высшем уровне, и чтобы люди с удовольствием смотрели, любовались, и чтобы им было приятно, и нам было приятно вдвойне. Вот развиваться, и расти, ходить в спортзал. Так, хорошо, спасибо за ответ. Так, вопрос следующий у нас очень интересный, это оторишки. Охарактеризуйте друг друга тремя словами. Чего-чего? Охарактеризуйте друг друга тремя словами. Ну, ну, начинай. Давай, знаешь, как сделаем, чтобы было интереснее, не сразу три слова. Батл, балл, балл. Давай, ты начинаешь. Ага, мужественный. Красивая. И надо в рифму, давай, мужественный. Красивая. Ты родный на «и». Ага, сейчас, сейчас. Макдональдсный. Макдональдсный. Не сопливая сейчас, а... Красивая. Ранимая. Ага. Ну, роняю ее часто. Отлично, ну, прекращайте, что. Хорошо, и давай, третье слово. Ну, хорошо, давай не в рифму теперь. Веселый, очень. Очень. Мне нравится чувство юмора в Артеме вообще. Но, конечно, его не все понимают. Не все. Ой, да ладно. Не, ну, это такое, это корпоративное. Я сам себя ржу нормально. Вот, но мне очень нравится. Это классно, когда человек может разлить обстановку. Панк-рок. А вот это тоже, ну, то, что мне нравится. Ваня, мы иногда тайком от всех, когда там пишем какие-то песни у меня дома. Ну, у нас есть там студия, да, но какие-то демки, мы пишем, потому что там более такая спокойная обстановка, есть кровать. Там дома готовят бруси, очень вкусная яблок. Вот, и у нас там панк-рок такой начинается просто. Ну, бывает так, что просто... Ну, нужно отрываться, считая, что нельзя. Ну, от телевизора выбраться не за кладом нормально. Я считаю, что нельзя какие-то копить эмоции в себе, если вот хочется там какие-то уже свои года, когда уже от тебя там чего-то там ожидать более серьезного. Но если тебе в этот момент хочется побыть дурачком, ну, я в хорошем смысле этого слова, то нужно им побыть. И тогда ты не будешь ходить обозленным, злиться на всех, что вот это... Сбросил все, и до свидания. Раз, ты с хорошим настроением, всем улыбаешься, пишешь песни. Хорошо. А теперь вопрос от Ланки. Ребята, кто из знаменитостей вам нравится? Кумиры и любимые опевцы, актеры, ездят. Группа Никельбек. Мне нравится группа Хэт Пи. Я была в их концерте недавно. Вообще получила полноценное удовольствие. Я этого очень долго ждала и под впечатлением. Я поняла, что во мне вот фанатизм к этой группе есть. Я раньше говорила, не фанатизм, это как-то так, это, наверное, плохо, это слишком. Но, когда они приехали, мы с Мацуллу, телеведущим, поехали встречать их в аэропорт и весь аэропорт увидел. То есть, они меня расписались на груди? Нет, мне очень нравится. Да, кстати, присылают мне они, ммс-ку, я там смотрю вообще. То есть, когда я должен был увидеть автограф, но просто там такая фотка, что я просто не заметил автограф. Автограф не увидел. А из украинских артистов лично мне нравится, нравится... Не, ну вот, к примеру, вот Тинакара мне нравится, нравится, как работает Аня Лорак, Притула, вот смотрите, какой прикольный, ну и реально ржачный. Вот, и нравится песня, конечно, там, может, многими не нравится, да, но хотя я в этом не уверен. Вот, Филипп Киркоров, его песни, вот, Ирине Билок, вообще отдельное спасибо за песню, «Снег». Вот сейчас, как всем привет передаем. Всем привет! Песня классная, и Филипп Киркоров я очень классно перепел, вообще супер. Аня еще Борисенко нравится, она намолчит, скрывает. Сколдовала зима песню, на зону пестояло. И тоже подходила к ним и говорила, она расширилась. Распишись, только не на одной, а уже на двух. Грузя, каждому по маркеру, каждому по груди, по маркеру. Так, спасибо за ответ на вопросы с Москвой, ребята. Скажите, пожалуйста, будет для гастрольный тур по России и сольник в Москве. Вау. Мы бы очень хотели, не будем сейчас в раке врать, что будет сольный, а что будет? Ну, у нас же первая, да, мы можем говорить это или нет еще? По поводу первого. Нет, ну это не сольник, но... Ну, маленький соль. Ну, в общем, каких-то таких грандиозных, пока мы очень хотим, мы к этому стремимся, и когда мы к этому подрастем... Не, на самом деле у нас есть много приглашений, вообще по всей России, но в Москве мы будем вот на наш флешмоб 26-го, 27-го числа, и 1-го мая тоже мы будем в Москве выступать. Где? В Лужниках. В Лужниках. Это как бы не сольниконцерт, но на большую площадочку. Так что приходите обязательно. Смотрите. Так, хорошо, спасибо за ответ. Вопрос от Анастейши. Анастейши? Если бы у вас была машина времени, куда бы вы отправились и почему? Спасибо. Я бы в Америку 60-х. Очень мне нравится это время. Музыка, которая там была, жизнь, и все, вот эта вся молодежь, хиппи, вот такая, свобода какая-то такая. Люди себя раскрывали, люди перестраивались на что-то, ну, я это все очень люблю. А я бы взял бы, меркантильно использовал бы, ну, как бы машину времени, отправился бы в будущее, к примеру, лет на 300 вперед, купил бы какой-то там самый дешевый телефон компании Apple, а на то время он уже будет там пипец крутым, ну, на наше время, прилечу, обратно, скажу, ребята, вот новый телефон, начал бы продавать, заработал по миллиону. А если вдруг, летайте, 300 лет прошло, а там уже планета обезьян. тогда бы, облов. А они бы все равно говорили. это бы прилетело свою теорию, но ты бы не смог ее обосновать, и все бы сказали, а, все. С ума сошел. С ума сошел. Давайте вы смирительную рубашку, все. Не знаю, мне иногда хочется вернуться назад, изменить ход действия вообще жизни. Ну, например. Ну, бывало, то есть я, ну, не то, что жалею, но есть какие-то моменты, которые я бы чуть-чуть по-другому бы сделал. В своей жизни. В своей жизни, да. Я понимаю, что это неправильно, все происходит так, как должно происходить, но вот если была возможность, я бы хотел бы узнать, а если бы было вот так вот, что бы произошло тогда? это как эффект бабочки, кстати, я очень понравился. Офигенно. Да, да, да. Кстати, первая часть, вот вторая уже такая, не очень, и третья, по-моему, там тоже. Самый классный, первая часть. Спасибо за ответ. У нас еще вопрос от Анжелики. Привет, очень интересно знать, как вы держите себя в корме, какими видами спорта вы занимаетесь? Бобслей. Да, в жарком Киеве. Такое интересное название Бобслей, да? Ну, как будто бы обращается к кому-то. Бобслей. Бобслей. Хватит держать в себе, друг. Не держи в себе, расслабься. Так что, варь. Вот, ну, ходим в спортзал регулярно. Очень, да. Ну, допустим, лыжи, клавный спорт, баспетбол, что любите? Али тренажеры? В основном, да, в основном тренажеры. Либо просто какие-то групповые занятия, плавание тоже очень, очень это все круто, мне нравится. Я раньше занималась только на суше, сейчас в воде, чтобы разгрузить позвоночник. Ну, тоже мне это все нравится. Все мышцы тела работают. В общем, я всех призываю, ныряйте, плавайте, занимайтесь. В шамках этих таких нелепых. Мы отца не договорились, что вот Аня себе покупает велосипед в ближайшее время, а я привожу из дому, вот, и мы будем летом кататься на велосипедах. Будем на концерты приезжать на велосипедах. На велосипедах и уезжаем. С динамиком. Не, ну, это классно. За время, пока мы дойдем до концерта, мы подцепим все динамки на два колеса, там накручиваем электричество и будем вещать. А, там экономия, да? Вообще, кстати, не хватает в Киеве велодорожек. Там сделали какие-то маршруты, по-моему, 18 или сколько их там. Вот, но этого так мало, то есть просто хочется. Если бы их было больше, было бы больше, естественно, велосипедистов, и мы бы все были более здоровыми. Ну да, так все, тем более сейчас в Пасху пойдут, походами там. Праздники сейчас, вся еда, сейчас все расплывутся и уже велосипеды не помогут. Но на самом деле, даже просто по себе скажу, вот Артем тоже надо гулять на свежем. Да. Выгуливать. Выгуливать. То есть мы по очереди. Я очень люблю это. То есть я всегда прихожу в платьичке, там еще шляпка, красные ногти, а так вообще спортивки, кеды, рюкзак, наушники и там вперед. И по троечной, там, а ну попрыгай. Вот так мы подрабатываем. Мне так нравится. Пешком, если не знаю, куда-то надо идти, я там выхожу заранее, рассчитываю там свой маршрут и иду пешком. Передпочитаете пешеходить педали? Очень, да, люблю. Хорошо, интересно. Еще вопрос от Симона. Симона. На каких фестивалях или концертах, выступлениях вас можно будет увидеть в ближайшее время? Я уже не знаю, наверное, на сайте лучше всего смотреть эту информацию, потому что на лето есть какие-то там предложения по фестивалям летним, но вообще пока... Ну подожди, будет у нас фестиваль, когда? Божники. В Лужниках 1 мая будет фестиваль и в Киеве. 360 как-то там с чего? Как он называется? Что-что? 300... Давай, как мы сегодня писали. Привет. Привет всем. Это группа Паранормальный. Приходите 1 мая в Лужнике. На концерт 360 градусов, 360 минут качественной музыки. И 5 мая мы будем выступать... Есть такой фестиваль, детский конкурс. Я, кстати, в нем тоже, будучи маленьким пухышом, выступал, который называется Sweet Talant. Очень классный фестиваль, там будем с детьми петь. 5 числа. Так что... На Майдане. На Майдане, да. Приходите, смотрите. Так, придем, посмотрим. Афоня спрашивает. Ребята, с кем из мировых звезд вы хотели бы спеть дуэтом? Или, возможно, даже записать дуэт? Ну, это громко, так, конечно, если мы сейчас будем говорить, то мы хотели бы... Ну, я бы хотела. Кто-кто-кто? Бонайзит у меня. Я бы с ним бы... Дуэтом бы... Спела бы я бы... Я даже не знаю. Вот мне очень нравится Риана. Особенно вот... Посмотрите лайв-выступление там, где она поет песню Сада Маза. Она там так классно поет эту песню. Там даже можно не слушать. Просто включать видео и смотреть. Вот я бы уточню так же вот. Ну, и ребята, это классно. Просто пойти с Рианой. Хорошо. Станислав обращается к вам. Привет, ребята. Расскажите, пожалуйста, на каких инструментах вы умеете играть и используете ли свои умения на концертах? Мы это при записи наших песен используем. Но... Не лепосы, не прописываем, ну, типа... Что, ой? Ну, где ты что? На бас-гитаре писала. Я говорю... Ты послушай, пожалуйста. Хорошо, давай. Мы не записываем сами, но мы как бы знаем, как это должно звучать и там есть определенное требование. То есть мы можем посоветовать знаем там звукоизвлечение, диапазоны, вообще разбираемся. Очень хорошо, что... Ой, Артем! Ну, говори, давай. Сразу. Очень хорошо, что у Ани у меня есть музыкальное образование, то есть мы разбираемся. То есть я могу услышав песню, вот точно так же, как Аня, разобрать ее вообще, где какой звук звучит, как он должен звучать, то есть есть какое-то свое видение, слышание. То есть мы даже демки сами делаем. Вот у меня, опять же, дома есть такая мини-студия, там набираю, то есть фортепиано, гитара, прописываем фортепиано. Кто? Ну, последнюю песню ты прописала, ладно, друзья, последнюю песню, минимуму, демку писала Аня, допустим, но все остальные ты же вообще не писала. Ну, да, конечно. Вот, ну, гитара, бубен, у меня даже есть эти маракасы, я в микрофон их пишу, да, классно использую, так, чик-чик-чик-чик-чик. Вообще, кстати, можно звук извлечь из чего хочешь, главное, чтобы хватало фантазии, можно просто услышать, что вот, ага, в этой песне должен быть какой-то там… Я очень люблю использовать какие-то звуки, там, миксовать их, вот, звуковые, там, что-то напевать, там, и как-то экзаменит, ню-а-у-а-у-а-у-у Сейчас по дурацке звучит, но, к примеру, если ставить это в песню, да, оно будет прикольно звучать, и как будто какой-то фирменный, дорогой звук. Так что это секрет для аранжировщика. Понятно. Спасибо за ответа просто от читательницы под ником королева наташа или нет привет расскажите пожалуйста где вам больше всего нравится выступать на больших открытых сценах или и там и там по-своему классно но когда например ты выступаешь в клубе это твой сольный концерт соответственно ты понимаешь что все люди которые стоят под сценой это те люди которые пришли исключительно на тебя ждали этого момента за мне они знают все твои песни то есть этот ну какой-то особый конект происходит на площади там вообще люди совершенно другие там вот они готовы отдыхать на каждое этого слова реагируют что-то что-то не скажет мы скажем так что уже очень клубах атмосфера такая более отвязная так как выступление обычно происходит после 12 ночи и там мы как артисты можем да мы как артисты можем все позволить намного больше чем примеру на выступление на открытой большой площадке там день города где там 1015 10-15 тысяч человек приходит вот и конечно нереальный драйв когда вот там десять тысяч стоит эти там привет и все те вот это просто вот так вот сразу это стройкаем адресу тогда посаду снимать и замедленное это действие это состояние эффекта и балдежа такого вот в клубах тоже по то есть по разному то есть по свой синистся ни с чем не сравнимо но это ощущение сцены как это об этом говорят артисты но те люди которые никогда этого не испытывали они наверно думают что-то просто какие-то голословые дали там вот для красивого словца пришли сказали сцена для меня лучше находит на самом деле это так вот когда там какой-то промежуток времени проходит и нету концертов допустим там неделя куда-то сорвался концерт мы сидим дома начинается ломка хочется выйти на сцену очень да вообще нет усталости от общения с людьми у вас там больше закрыться мне на иногда когда прям очень такой насыщенный график много перелетов хочется хотя бы часа три-четыре релакса что у нас раз такой релакс вот тяжелый перелет и так как с сибирскими там да вот городами разница большая там пять-шесть часов разницы так не спали вот так вот ты выступаешь перелет и потом помним когда летели домой вот из красноярска последний концерт до из красноярска прилетаем москву это у нас есть такая фотка мы назвали две жабы два человека не разумного так он бежит они на меня так оперлась и мы так проспали а нас наши концертный директор нас еще разыграл вставайте в самолете с рейс пропустили бы быстрее и ну так вот быстрее одеваем эти шмотки берем рюкзаки за плечи за людьми просто объявили посадка мать яхты же засранец подрились спасибо за ответ так ребята спрашивает степашка привет почему вы решили записать песню невеста вам кто-то посоветовал или вы сами приняли это решение невеста посоветовали на невеста внеесты про про скандалы спеть счастливые на самом деле у нас нет какой-то такой позиции что вот там лето поем песню про лето там должно быть море там это просто может быть так и получается то есть не если осень там нельзя там петь осень листва ты одна у окна где же твой бойфренд бокал вина выпила жили то есть приход какая-то классная песня это мы перед новым годом у нас случайно совершенно случайно не никакая не коммерция просто чисто так получилось песни невеста замечательный композитор андрей француз предложил свое произведение мы послушали заценили сделали переделали там зелой аранжерок у чуть-чуть там доделали слова вот она нам понравилась мы там никак не привязывали что вот сейчас к закончается пост и все начинают жениться вот да мы как бы это не планировали так вообще на самом-то деле вот и летом песню там у нас тоже будет про прибои да про море про море это тоже совершенно случайно это случайно привет любимая анечка артем слышала что вы сейчас упорно трудитесь на песню на украинском языке скажите пожалуйста как она будет называться и когда мы сможем ее услышать спасибо она будет называться прогадай или миссии до прогадаю но там просто написано было висит на работа над ней мы хотим чтобы это ну то есть пока мы не будем довольно 100 процентов тем что получается мы ее естественно не выпустим то есть не хотим делать какие-то недоработки вот но скоро но песни очень вирическое лирическое она просто такая душа раздирающая ты уже даже не знаешь как тебе собраться ты весь слезах сидишь то есть там будет классный прописан живой рояль но трогательно скрипки белончели там может не знаю какие то там саксофончики дудуки дудуки но посмотрим в общем мы ждали сроки конкретно но самом деле у нас у нас багажнике очень много очень много очень много у нас демо песен вот который мы просто напели так и мы просто вот смотрим какая из песен по случае там будет более там блин близко к людям то есть чтобы это хоть как-то там с чем-то ассоциировать и сам себе теперь отрицаешь по поводу чего а по поводу что мы случаем ну короче можем мы врём хорошо теперь вопрос какой вопрос от валеры за какой гонорар ребята согласились было сняться в рекламе например в рекламе лекарства геморроя ужас очень мужской вопрос мужская реклама вот она бороться не беспокоиться но от геморроя типа лекарства венге мороя купой и в того куда седай то не беспокойся совершенно бесплатно только что проникла мир лекарства от геморроя сиденья кота не переживай я потом волос может быть рекламировали волосы просто купите волосы не какие-то штуки резервная паста я записал демку это звучит в рекламе ну и реклама геморроя это конечно молодым и вот я бы тоже что-то такое каких-то прокладках не участвовал с другой стороны и с точки зрения там рекламщиков это конечно дала бы свой какой-то резонанс у нас молодые там здоровые ребята рекламируют таблетки от геморроя или мастер ну да то есть как-то это вызвало более какой-то интерес но я бы наверно не пошел бою рекламе социально бы наверно снялись какой-то а мы снимались кстати в рекламе вот сделаем украину чище акции снимались мы мы должны то что снимались просто мы брали рукавицы одевали брали мешки и сейчас участвовали вода акции снимались рекламе там записывали на бигбордах везде были в итоге когда пришел тот самый день за которыми там организировать людей чтобы не пришли по убирали столицу пришли грубо паралармальный больше никого артиста да там еще может это был кто-то еще и все-таки в артистах вот и так обидно в свой долг ну да хорошие спасибо за ответ телекритик читатель по ним телекритик спрашивает какие телепередачи любите смотреть кто ваш любимый ведущий кто бы из ведущих кого бы из ведущих позвали там одной на свою славу не ванурганта позвали шепелев очень красавчик такое хорошее ну в плане красивый просто мужчина хорошо язык подвешен вот шепелев урган светлаков вот это вообще безбашенный чувак который очень крутой все эти мальти растяну то есть вообще прожектор пересел там все вот ребята вот которые там это класс прожектор пересел тонн рассмеши комика вот зеленского кстати тоже можно позвать качестве ведущего там одной на свадьбу украины мои талант смотрю с удовольствием признаюсь честно тоже смотрю такую страшную передачу не семей не мелодрама это не брюши мне не время представляете они просто не просто заплакались а я смотрел мелодрамы там вы представляешь а он же пришел а она что не знала тогда что ты расскажешь как я просто лежу с сестрой и она постоянно по утру каждого утра смотрит передачи ладно последнюю неделю я сам включаю один плюс один и смотрю еще классная передача любимая мы убиваем своих детей вообще офигенно там был да там был такой пацан прикольный которого отправили в суворовское училище вот я про фанателом щек он такой прикольный он изменился молодец похудел похудел там реально интересно там короче он по ночам подъедал с холодильника там сосиски такие ел а папа взял его поставил сигнализацию на холодильник но и снимает прикольным понятно какие-то шоу что-то все таки нет ну либо просто какой-то музыкальный канал так чтобы вот играла музыка фоном хорошо а следующий у нас читатель под ником greenpeace ответишь ты за хомячка коколу который даешь тема глобальная как относитесь к теме бездомных животных как нужно бороться с этой проблемой не хотите приютить кого-то что может сделать артист чтобы спасти живот в последнее время очень часто мы слышим о том что травят собак бездомных травят а кстати потери кто же это показывал типа вымазывает колбасу в каких-то там я знаю что например за рубежом даже контролируют как хозяева ухаживают за своими собаками если там не было что-то делает да там это штрафы сумасшедшие или что-то еще то конечно у нас очень печальная ситуация стране вот есть конечно какие-то приюты но их очень очень мало и можно иногда встретить на улице бездомную собаку с красненьким мошенничком или еще каким-то это значит что там у нее есть ну как бы опекуны и которая за нее отвечала то что делать но все равно столько животных бездомных страдающих ну кормим иногда это все что мы можем сделать если будут какие-то организовываться акции то мы естественно будем участвовать а приютить себе наверное нет потому что просто нет времени я даже когда жил на воздухофлотском еще проспекте спускаясь вниз нужно было круто съемку я посмотрю там где-то 5 собак и реальных так жалко дождь идет и видно чем холодом может их и корм принципе они не сильно были страшны и вот нереально вот как-то так захотелось вот я сейчас говорю не потому что там хочу там показаться просто реально это сделал пошел в ларек купил там всяких сосисок там булочек ну там это небольшие деньги как бы и дал им они такие довольны были просто и каждый раз мне кто встречали я уже после этого им начал всякие там покупать тоже подкармливать я считаю что если есть какая-то возможность нужно любить животных они просто не виноваты что так вот у них не сложилось а мы как а мы как гомосапиенсы люди умные то есть должны как-то поддерживать их и то есть так что друзья берите булочки сардельки угощайте своих любимых животных во дворах и не пинайте не ругайте они хорошие пушистые у вас хорошие соседи и мечтаете их убить я вообще не знаю у меня соседи я знаю что эти не особо понимаю что вот когда-то жил опять же на воздухов лоскому там конечно соседи были у меня такие интересные постоянно я просто любил музыку слушать меня постоянно ругали то вот милетия вызовем сейчас все тебе часто переезжал потому что нам не успевает сам мирно хорошо ребята жека спрашивает как проводите свое свободное время ну с друзьями встречаюсь где бы вам может быть мне нравится киевский планетарий всех призываю туда сходить посмотреть что там происходит очень прикольно историческое кино всякие разные штуки там в атмосфере каш очень классно да вот в кино с попкорном с друзьями да у нас даже такая тема ходить не на фильм какой-то она попкорн пошли на попкорн пошли на попкорн ну что смотрят да то есть мы идем на попкорн ну и прикуску берем фильм все посмотря они попкорн и не знаю нужно гулять ходить по улице очень классно такая разрядка когда очень много всяких проблем да и такой сумбур глаза и даже вот ты пытаешься раздвинуть брови она не получается ты ходишь на кучу то хмуришься пройтись так можно по пару кварталов там с центра куда-то в другой какой-то город гулять ходить писать музыку и не знаю то есть я считаю что когда какая-то депрессия наступает нужно первое хорошенько покушать там съесть черный шоколад и заняться своим самым сокровенным любимым желанием не желанием а увлечением то есть если вы там хоро любите готовить готовьте любите там пылесосить пылесосите там любите кормить бездомных собак там кромите ну то есть как-то нужно отдаваться любимому делаю все будет классно так вопрос у нас следующих они века спрашивает анечка привет вы очень красивая молодая если у вас парень ваша любовь настоящий любовь она лучше что есть на свете без нее никуда если есть то сильно и сильно ли вы его любите какое пока спасибо это конечно безусловно что любовь придает нам сил это самое главное чувство для меня в моей жизни я очень влюбчивая я этому отдаюсь всегда полностью но вот личная жизнь оконная личная сокровенная очень и об этом мы как-то не хочется говорить вот это есть естественно в моей жизни это присутствует и человек который меня во всем понимает поддерживает просто себя не расскажет все в обзавидуются поэтому привет я тоже привет передаю то есть подтверждение тому что он есть салют договоренности все документы подписаны реально заверены все заверен то есть кто на что претендует что можно говорить что нельзя говорить за какие места можно трогать то есть если это в не в рабочие время то там 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 можно там если это на сцене то там нельзя там можно мы так подписали пожали руки друг другу служба надзора здравствуйте ребята все я нормально это служба надзора я потерялся смотрю на выключатели не понимаешь что происходит мир сошел с ума так катя спрашивает ребята если вы социальных сетях и как отличить вашу страничку отклону есть есть на социальных сетях twitter facebook контакт и бомба но мне нравится . вот твиттер потому что во первых мой плеер альпо да всегда подхватывает вай фай если есть и потом можно в любом месте это происходит такое то что можно я логацию пара приложений зайти себе в twitter написать отправить и все вижу я сижу в контакте facebook последнее время и twitter я все сделал такую фишку то есть то можно так подключать что пишешь в контакте да автоматически пишется в twitter и facebook и в контакте я сижу только потому что там и удобную музыку слушать то есть больше там ничего куда интересного нет видео это youtube информации википедия наши все контакты есть но подтверждение наших страничек вконтакте есть нашем официальном клубе вконтакте паранормальных заходите регистрируйтесь будем рады там собственно происходит очень интересный момент и диалоги всякие вот ну и twitter тоже пожалуйста не проходите мимо читайте сети как бы они разделили по категориям то есть контакт это более молодая публика twitter это более публика по взрослее там все сидят все настоящее то есть артисты эти люди вот даже по нашей работе да там по шубинствам все сидят facebook тоже там основная масса таких уже более осознательных до людей вот поэтому община также не хотим выводить в один заплуждение если например светится вконтакте аня добрыднева онлайн это не значит что я сижу и жду пока мне напишут то есть у меня просто автоматически я туда захожу занимаюсь своими делами какими-то и до периодически проверяю что у меня например там входящих три тысячи пять тысяч естественно я физически не могу на все это ответить и когда начинать почему ты не означаешь на почему ну почему я начинаю сразу в свободное время очень классная есть такая игра вконтакте подсел онлайн а я никогда не думал что думал что все дураки которые сидят в онлайн игры играют тратят деньги говорю что сумасшедшая город там строю 20 мегабаксов скинуть и там пару тысяч реально не хватает меня уже там электричество не хватает и воды уже население растет да и я подсел и даже деньги туда уже скинул представлять его дожился я на своем месте и молчала я просто с тем посылом что она поможет последний предпоследний привет моя любимая группа с кем из украинских артистов вы дружите по-настоящему не просто для галочки а или из-за того что надо поддерживать хорошее отношение а вот настоящие друзья или вот дружеские отношения с группой гуаш у меня настоящая дружба я их очень люблю мы очень часто вместе и на всяких мероприятиях и вне этих мероприятий то есть мы там встречаемся в домашней обстановке нормально тусим но не могу сказать что вот у меня какие то есть там прям вот такие близкие близкие отношения что его там общались созванивались каждый день но самые близкие из тех вот да вот с которым я хоть когда-нибудь созваниваюсь узнаю как дела это братья борисенки эрика и они это брось спасибо ребята за ответ и последний на сегодня вопрос здравствуйте моя группа как у вас весеннее настроение какие планы ближайшее время и как планируете провести пас отличное настроение на пасху у меня будет организован благотворительный сбор лучших пасок всех моих знакомых друзей в магазинах покупать пасхи это ну это такое вот именно должна быть домашней поэтому все мои лучшие я короче еду домой на пасху домой на маму будет выпекать паски принесут мне в дом паск и говорит привези мне пасочку там ты мой единственный вот и есть мою пасочку самую красивую мне любимая там красивая даже там специально для тебя все же хочешь сделать а тут оказывается там она собирает 57 пасок и восемь крашенок каких-то я я на пасху еду домой вот у нас традиция с родителями мы отдыхаем в крыму даже не едем у меня есть еще друг мы такой борода то есть злобная никита друг мы вообще очень хорошим уже очень давно дружим знаем друг друга все и он постоянно на пасху приход ко мне в косухе такой так добрыдневая грешница пойдем в церковь неожиданный поступок от него и собственно он меня тоже к этому призывается поэтому по любому по церкви я еще ни разу не был каждый раз от мои друзья которые еще со школы я просто на пасху дома вот все время и каждый раз меня зовут пошли-пошли вот по святим там пасху же то мама там в корзину все там нас и поставила там всякие салаты вино ласки но я вот не дохожу просто вот вот не доносит как-то ногами я вот иду с вами поговорить за своим злобным злобарь приедет и он вас вводит все таки спасибо ребят спасибо вам огромное я напоминаю что у нас была группа паранормальных гостях ребят приходите к нам еще вам желаем успехов удачи радуйтесь нашими песнями и побольше говорите у нас гостей спасибо большое вас праздником будьте христос воскрес а там в ответ услышали есть все